Доброго времени суток! Вы на канале Заброшенная Прибалтика. В этот раз я отправился в заброшенный дом отшельника. Вокруг одни болота и леса, и место оказалось довольно жутким. Из дома веяло злом, ведь когда-то здесь произошла смерть, и внутри дома стоял гроб. Многие, кто здесь бывали ночью, говорили, что слышали чьи-то голоса. В доме было тяжело дышать, а внутри было чувство страха и тревоги. На свое счастье, я побывал здесь при свете дня. Ну что ж, присаживайтесь поудобнее, и приятного вам просмотра! Сегодня у нас будет очень интересный выпуск. Я нахожусь в глуши, в радиусе ближайших 10 километрах. Нету ни одного населенного пункта. Здесь не ловит связь. И посреди леса находится очень жуткий заброшенный дом, где произошло убийство или самоубийство. Историю этого места я до конца не знаю. Но здесь происходили жуткие и страшные вещи. Руины какого-то деревянного строения. Возможно, это был какой-то сарай, который просто сгнил от времени. Кстати говоря, этот дом находится посреди болот. То есть здесь лес, а вокруг болото. Здесь очень-очень глухие места. А вот и сам заброшенный дом. Кстати говоря, дом сохранился в весьма неплохом состоянии. Потому что находится он в глуши. И очень мало кто знает об этом месте. Возле дома находится какой-то старинный сарай. Точнее, его остатки. И, судя по всему, здесь когда-то был пожар. И еще несколько зданий, убитых временем. Судя по всему, когда-то это был сарай. Где, возможно, хранили дрова. Или еще какие-то вещи. Но он очень сильно убит временем. А это, скорее всего, был туалет. Входной двери нету. И висит замок. Судя по всему, в этот дом залезали какие-то вандалы или мародеры и просто взломали дверь. Прихожая и какая-то кладовка. Очень много разных баночек. Наверное, здесь хранились продукты. Старый веник. И еще полочки с какими-то ящиками от еды. Ящики от каких-то фруктов. А вот и сам дом. Точнее говоря, это первая часть дома. Эта часть еще довольно позитивная по сравнению со второй. Здесь белые стены. Здесь все в относительно хорошем состоянии. Вторая же часть, она сгоревшая. И там реально чувствуется какая-то негативная и жуткая атмосфера. Бутылка от какого-то алкоголя. Упаковки от каких-то продуктов. И старая печка. Уже развалившаяся от времени. Стул. Стол. Какие-то лекарства. Судя по всему, здесь жил пожилой человек, у которого были проблемы со здоровьем. Кстати говоря, насколько мне известно, когда этот человек здесь умер, прямо в этом доме, прямо в этом помещении проходили похороны. И здесь стоял гроб. Возможно, если я найду фотографию с этим гробом в этой комнате, я его ставлю в видео. Кровать. Еще одна кровать. Студия. и печка. Какие-то книжки на латышском языке. Сборник латышской литературы. Латышские стихи и проза и зеркальца. После общения с людьми, которые бывали в этом доме задолго до меня, я получил фотографию с гробом. Как выяснилось, уже когда этот дом был заброшенным, этот гроб стоял в темной части дома, там, где позже случился пожар. После этого гроб и крест исчезли. Похороны хозяина действительно были в этом доме, но как он умер, неизвестно. Остается только гадать, зачем тут стоял этот гроб, кто устроил пожар и куда исчез гроб. А что самое странное, перед тем, как забросить дом, хозяина должны были похоронить. В итоге, что это за гроб и почему он стоял в этом доме, этого мы никогда не узнаем. вторая часть дома, намного более жуткая и зловещая. Сейчас я в нее зайду. А вот и вход во вторую часть дома. Двери открыты на распашку. Здесь был пожар и все сгоревшее. Комната с кучей хлама. И старая печка. Тоже обвалившаяся от времени. Очень много всякого разного хлама валяется на полу. Какая-то старая посуда. Тарелки. Банки. Кружки. Тут, возможно, спал этот человек, который здесь умер. Я точно не знаю историю этого места. Было ли это убийство или самоубийство или просто человек умер от старости. Но то, что здесь произошла смерть и проходили похороны в этом доме, это точная информация. Очень много всяких разных вещей. Небольшая кладовка с какими-то запасами провизии. Очень много каких-то банок. Также висит одежда, какие-то сумочки. на двери висят разные наклейки от колбасы. Домашняя колбаса производства на окотной фабрика. Колбаса Кенга и еще какая-то копченая колбаса. Наверное, хозяин этого дома любил колбасу. На полу валяется очень много разных книжек. И здесь царит полный погром. Судя по всему, это дело рук мародеров и вандалов, которые добрались до этого дома. очень много разной литературы на латышском языке. Какая-то кукла. Кукла без головы. Это действительно жуткое зрелище. Кукла с оторванной головой. Очень много разной мебели. На стене висит календарик. Время здесь застыло. 20 июня. Только, к сожалению, непонятно какого года. Поднимаюсь на чердак этого дома. Посмотрим, что здесь есть интересного. На чердаке очень много разных курток. Какие-то пустые бутылки. И очень много разного хлама. очень много бутылок от латвийского бальзама. Скорее всего, хозяин этого дома любил выпить. какие-то банки. Куртки висят. Мешки. Еще бутылка от какого-то алкоголя. на полу валяются старые газеты. Газеты датированы 2000 годом. Если этот дом был заброшен в 2000 году, это значит, что уже 22 года он стоит заброшенным. а это немалый срок. Чья-то обувь. Куртки. Еще очень много разных газет и журналов. Кстати говоря, вижу журналы про рыбалку. Возможно, этот человек любил ловить рыбу. Сапоги резиновые. Еще валяются бутылки от русской водки. Так что я думал, что действительно этот человек частенько любил выпить. Судя по количеству пустых бутылок от алкоголя и какой-то интересный ящик. Но внутри практически пустой. на самом деле здесь без всякого преувеличения чувствуется очень негативная давящая атмосфера и долго находиться здесь очень тяжело. многие люди, кто бывал здесь в темное время ночью рассказывали о том, что здесь можно услышать чьи-то голоса внутри этого дома, а также то, что становится очень тяжело дышать, когда заходишь сразу в дом. И сказать честно, когда я был прошлый раз в этом доме, в прошлый раз я был здесь ночью и мне было очень жутко и тревожно здесь находиться внутри. И действительно, когда зашел в этот дом, сразу почувствовал, что становится тяжело дышать и неприятно здесь находиться. Но днем здесь так это все не чувствуется и поэтому днем можно здесь спокойно погулять. Если вы хотите, чтобы я вернулся сюда ночью и поснимал бы, что же здесь такого происходит интересного, я готов это сделать как-нибудь. Напишите об этом в комментарии. ну что ж, вот и подошло к концу видео. Что могу сказать точно, так это то, что здесь произошла смерть и от этого места веет злом. и то, что это место находится в глуши, и я вообще не представляю, как этот человек здесь жил. Здесь рядом нету ни магазинов, здесь возможно даже не было электричества, отопление исключительно печное, никаких удобств, туалет на улице. Человек здесь, судя по всему, жил довольно долго и возможно в одиночестве. Ну что ж, ребята, спасибо всем, кто меня смотрел, надеюсь, я смог передать вам частичку атмосферы этого жуткого места, этого заброшенного дома, который находится посреди болот, в глуши, в лесу, где произошло что-то нехорошее. Всем удачи и до новых выпусков. 要 похищado, тихо, то 45 пусть проснул、 посмотреть, а ū по